Глава 10. Это чтобы вы знали, кто такой Господь. Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали ему. Господь, Бог евреев, говорит. Сколько еще ты будешь мне противиться? Отпусти мой народ совершить служение мне. А если не отпустишь, завтра я нашлю на твои владения саранчу. Она покроет все, так что и земли не будет видно. Поест всю землю, уцелевшую после града. Объест все деревья в поле. Саранча наполнит твой дом и дома твоих вельмож, дома всех египтян. Ни отцы ваши, ни деды такого не видали с тех пор, как вы живете на этой земле. Повернулся Моисей и вышел от фараона. Тогда вельможи сказали фараону. Долго ли нам еще страдать от этого человека? Отпусти их, пусть совершат служение своему Богу Господу. Разве ты не видишь, что Египет погибает? Моисею и Аарону велели вернуться. Фараон сказал им. Идите, совершите служение своему Богу Господу. Кто из вас пойдет? Моисей ответил. Мы пойдем все, молодые и старые, с сыновьями и дочерьми, с овцами, козами и коровами. Ведь это у нас праздник Господень. Но фараон засмеялся. Чтоб Господь вас так же защищал, как я отпущу вас вместе с вашими детьми. Смотрите, как бы вам в беду не попасть. Пусть одни мужчины пойдут и совершат служение Господу, как вы и просили. И Моисея с Аароном прогнали прочь.